Никакого монтажа. Все так, как бы вы видели своими глазами. Проект независимого видеопортала tvbalty.md. Своими глазами. Последние годы качество питьевой воды в водопроводе села Садовое значительно ухудшилось. При Марию с многочисленными жалобами на качество питьевой воды неократно обращались жители села. Граждане подчеркивают, что вода с частой периодичностью меняет окраску, коричневый цвет, характерный жалому оттенку. 12 ноября 1998 года парламентом Республики Молдова был принят закон номер 197 об административно-территориальном устройстве Республики Молдова, который вводил новое административно-территориальное устройство и вступил в силу с 1 января 1999 года. Упразднялось районное деление. Таким образом, под данное упразднение попала и примария села Садовое. Начиная с 1999 года, по причине упразднения примарии, водопроводные сети и сети канализации находились в управлении Ассоциацией водопользователей. 20 февраля 2003 года общественной организации, ассоциации, извиняюсь, водопользователей, по причине отсутствия средств на содержание водопровода и канализационной системы села Садовое, на общем собрании водопользователей было принято решение о передаче на баланс примарии муниципи Абеллс следующих объектов. Водонапорная башня Рыжновского, водопровод протяженностью 11 километров, артезианская скважина номер 1439, артезианская скважина номер 1450, канализационные сети протяженностью 3,9 километра, очистные сооружения. В 2006 году на основании решения общего собрания Ассоциации водопользователей примарии села Садовое была подана заявка в фонд социальных инвестиций на участие в конкурсе для получения гранта на строительство части водопроводных сетей. Таким образом был запущен первый этап по реконструкции системы водоснабжения в селе Садовое совместно с фондом социальных инвестиций Республики Молдова. На первом этапе были построены водопроводные сети протяженностью 3,256 километра, которые расположены по левую сторону улицы Штефана Челмари от муниципия Абеллс, то есть верхняя часть села, которые находятся на балансе примарии села Садовое и сданы на обслуживание муниципальное предприятие Реджия Абеллканал Беллс. В тот же период времени была запланирована работа второго этапа с фондом социальных инвестиций для замены старой водопроводной сети и строительства распределительных колодцев, расположенных по правую сторону улицы Штефана Челмари от муниципия Абеллс, то есть нижняя часть села. После замены части водопроводной сети основная часть, которая находится на балансе примарии муниципия Абеллс, осталась в прежнем состоянии, то есть нижняя часть. Часть труб, по которым течет питьевая вода, чугунные и азбестобетонные, что приводит к плохому качеству питьевой воды и крайне опасно для здоровья человека. Относительно канализационной системы и очистных сооружений, постоянно со стороны очистных сооружений ощущается неприятный запах. А когда были переданы очистные сооружения, то есть в 2003 году, там ничего не делалось и не ремонтировалось. Все нечистоты протекают без какой-либо очистки. Поэтому мной было официально приглашено, или письмо моим, были приглашены с экологического агентства НОР, специалисты для того, чтобы обследовали нашу канализационную систему. Это было 27-го, то есть два дня назад. Значит, обследовали очистные сооружения села Садово. Значит, по заключению экологического агентства, значит, от 27-го, 10-го, 2017-го года было выявлено следующее. Данных сооружений практически не существует, они не функционируют и тем более не эксплуатируются по их прямому назначению. Все сточные воды села выбрасываются в ближайшие водоемы, а именно в первое и второе озеро, а также просачиваются через почву, которые также впадают в данные водоемы. Были взяты пробы с первого и второго озера на наличие загрязнения, как следствие неправильности использования очистных сооружений. В связи с этим, Сельский совет Садовы принял решение номер 2, дробь 1, от 6 апреля 2016 года о внедрении второго этапа строительства и реконструкции системы водоснабжения села Садовы. На основании данного решения премария села Садовы и муниципи Абелс начала работу с фондом социальных инвестиций Республика Молдова. Был разработан проект, который включает в себя установку станции очистки воды, замена нижней части водопроводных труб, ремонт и реконструкция канализационной системы и очистных сооружений, а также строительство канализационной системы в верхней части села с подключением их к очистным сооружениям. Одним из главных условий участия в проекте является то, что система водоснабжения должна быть в собственности премарии села Садовы и должна находиться на балансе не менее 15 лет. На основании данного решения сельский совет села Садовы и премария с февраля месяца 2017 года неоднократно обращались к руководству премарии, к руководству РИДЖИА по канал, к советникам муниципальным дать согласие в передаче на баланс премарии села Садовы и системы водоснабжения и канализации села Садовы. Но к нашему большому сожалению все наши обращения на сегодняшний день по такому жизненно важному вопросу остались без ответа. Поэтому я попросил вас, чтобы мы сегодня с вами собрались для консультации что мы будем делать в дальнейшем с нашим водопроводом, с нашей канализационной системой и с нашими очистными сооружениями. Еще раз повторяю, неоднократное мое обращение, неоднократное обращение сельского совета к руководству муниципия значит наш вопрос по сегодняшний день не решен. А мы обращались, чтобы нам передали обратно наши сети, как водопроводные, так и канализационные, для того, чтобы мы могли сами их отремонтировать и наши люди, чтобы получали качественную воду, питьевую, значит и чтобы очистные сооружения работали в соответствии с... Я уже подписался под этим прошением, скажем так, к муниципальному совету перед. Вот тут есть вопросы, от которых ваш примарый, он дипломатично ушел. В 2009 году действительно была реконструирована левая часть села в Чехно-Челмаре, но это не было передано в бельце, оно осталось на балансе до сих пор села. Реконструкция правой части была еще начата в прошлом году, потому что 14 октября прошлого года на день села фонд Рената Русатова дал 100 тысяч лей на реконструкцию этого водопровода. На 30 тысяч с этих денег было сделано на проект последней документации. Полгода назад примар обратился на комиссию по управлению муниципальной собственности для того, чтобы передать эти сети вам на баланс. ему на комиссии было сказано, что нужно принести проект, нужно принести метод предварительный, а также документы то, что было сделано в 2009 году, чтобы понять, что нужно делать и как нужно сделать. Прошло полгода, никаких документов эта комиссия не получила по сегодняшний день. Вы сами понимаете, реконструкция 6 миллионов, она не может приниматься слепым. То есть для того, чтобы принять решение о передаче, нужны документы. в Елизаветовке было сделано тоже по этому же проекту реконструкция. У них сейчас потери больше 70%. Из-за того, что уложили старые трубы, сделали некачественные работы. Примар взяла Елизаветовка к своему бизнесу, подвела левое подключение, которое вот сейчас, кстати, составлен на нее протокол, там больше 200 тысяч штрафов на будет. Поэтому в Садовом сейчас потери больше 80% составляет. Вельцы платят завод без канализации 11 лев, а Садовая платит 7 лев. И все эти потери несет на себе водоканал. Поэтому если мы говорим сейчас о реконструкции сетей, мы должны четко понимать, что мы будем делать, как мы будем делать, почему сегодня не вынесли этот проект на отключение всего села. то есть нам было показать, вот, на этом кое-каке сколько, на этом кое-каке сколько. Этого сделана не было. Правильно? И только это единственная проблема, что нет документов для того, чтобы передать. Никто не против того, чтобы регистрировать сеть. А то, что хотят на этот проект поставить руководитель господина Крокодела, которого уволили с Апоканала за недоверие, который сейчас обвиняется в отмывании больше 30 миллионов лейт, и поставка некачественной воды. Это еще один вопрос к этому проекту. Поэтому, когда все будет прозрачно, никаких вопросов нет. И хотят слышать то, что они хотят слышать. Значит, я хочу вам сказать, они чуть-чуть прикидываются здесь, что они не знают и тот же самый водоканал, и то же самое руководство при Марии, они не знают, что мы с вами вместе, когда собирали, вы собирали по 200 лей, я вам напомню, собирали, сделали ту часть. Хватило денег, хватило денег сделать ту часть. Но больше не хватило денег. Поэтому я в своем выступлении и сказал, что мы тогда же приняли решение второго этапа, то есть нижней части села. Но, понимаете, здесь вот наш житель, он говорит, что водоканал, водоканал, он не знает, что там построено, и что там передали, и что там есть. Вот она вся, проектно-сметная документация той части водопровода, которая сделана, начиная с первого собрания водопользователей, и дальше полностью с проектами, со всеми документами, которые есть вот здесь. Она не может находиться у них, так как, я тоже сказал здесь, что одно из условий любого фонда, что оно должно находиться на балансе тех людей, которые его строят. Не передавать его в Пельцы, в Пишинев, в Сынжерею, и так далее, и так далее, и так далее. А то, что мы 5 марта 2009 года договор номер 0-1 о приеме передачи на техническое обслуживание водопроводных сетей, то есть той части, что мы построили, мы передали водоканалу. На тех обслуживания, которые на сегодняшний день Бельцы присвоили его и взяли себе на баланс какого-то праздника. Извините за ворожение. Вот, есть на балансе, ну что же, у Жанны Николаевны есть на балансе наш водопровод, который он начисляется, износ на него, все, он у нас в премарии на балансе, понимаете? Мы дадим, мы дадим вам, мы вам дадим слово, мы вам дадим слово, я же вас не перебивал и не собираюсь перебивать. Значит, на сегодняшний день раз у нас 80% убытки или 80% потери водопровода, воды, а что же вы так держитесь за нее? Что же вы держитесь за этот водопровод? Люди, может быть, сейчас они выскажутся, может они сами хотят его сделать? Они хотят его сами отремонтировать, сами сделать и пользоваться той водой, которую они сделают. Что, как они вложат свою душу, свои деньги, не знаю, и так далее, и так далее. Что же вы так держитесь за него? Он не ваш, во-первых, он строен в 1957 году моими родителями, тут сидящими людьми, он строен жителями этого села. Отдайте наши обратно. Вот чего мы хотим и чего мы просим. Вы уцепились как мертвой хваткой за него, как не знаю что, как не знаю что-то. Сейчас подождите, я закончу, задим вам слово тоже. Сельства вкладывают, началась реконструкция. Да, нет вопросов, никто от этого не не отхрестчивается, никто не говорит, что да, фондом Рената Усатова на прошлом дне села, значит, было подарено нашему селу 100 тысяч лет, из которых, да, из которых проект делается, но это часть проекта, это не проект, из этих денег, значит, оплачено 30 тысяч лет. А то, что господин Шмульский говорит, что это 6 миллионов или 10 миллионов, я не знаю, сколько будет денег нужно нам сюда, а он уже знает, сколько нужно денег и как-то дело сюда. Значит, я еще раз вам говорю, что сход граждан или общее собрание водопотребителей будет выбирать себе руководителя, какого он захочет. Будут предложены 1, 2, 3, 5, 10, кого выберут, тот и будет директор. Каркадел мне не брат родной и не дядя, и никто его не собирался брать. Кто вам там сорока на хвосте принесла, это ваши проблемы. Но я еще раз вам говорю, что все будет решаться коллегиально и прозрачно в этом вопросе именно реконструкции второй части. Почему? Потому что не сделана вот эта вторая часть нижняя, страдает веке, и там тоже ржавая вода идет. Вся баламутница вода идет обратно по системе, и то, что мы вложили там деньги и ваши в том числе, значит, это, можно сказать, что нулевой вариант. Было сказано, что в Вельце мы будем 7 дней, а смотрите, какой фильтр за 2 дня. Вот смотрите сами, это отличие мне там, если вы видели прямо как мы, я специально сняла, и вы мне скажите, за что я плачу 7 дней? давайте я вам отвечу. Скажите, а что вы мне одеть, один путь на выбор? Я хочу на выбор. Я хочу на выбор. Молдария есть послужа на западе, чтобы спасти в Садово. А вы что говорите? Отвечте. Вы все в своем кармане ответите. Значит, в Садовом вода содержит серого здоровья. Я хочу сняла, чтобы вам дали показать. Еще нет Садового вода содержит серого здоровья. Но полная машина у вас железная, поэтому вода попадает, и башни сыпятся в шаршином воду. Я уже 12 лет, чем здесь в Садово. главный специалист по воде. Я училась всю жизнь. И фильтр ставила, и все. Машину поменяла, котелки поменяла. Я просила двое детей на производ судьбы. Примары это знают. Через какие проблемы я прошла? 7 лет проходишь в месяц. За что платят эти деньги? Говорим, что Примары это не делают. А почему избейцы не делают? Вы говорите нам, почему убейцы не берутся? Заверутся. Сейки, Примар виноват, тот виноват. А поищите правильного короба себя. Я поставила фильтр грязной и чистой водой. Два фильтра поставили. Пойдемте со мной, я здесь рядом. Посмотрите, я сегодня поменяла воду. Я вам вид еще и покажу за день сколько есть. Я хочу вам учить. Сколько вы имеете у виноват. По 200 лес собрали. Вот и я получаю. У меня в огороде три прорыва. За что собрали по 200 лес? Вырвали дерево дно, поломали. По 200 лес собрали. поломали. Не поменять вот здесь. Прорыва. Это линь и поломали. Все линь и поломали. Лазарь. Все линь и поломали. Они в колодце не могут брать воду. линь и поломали. Бороться за это. Каждый мы здесь неподалеку. Возле колодца всегда у нас прорыв. И течет так, что ваши трактора и какая-то синтехника приезжает. Это все выхавывает, оставляет огромную яму. Я наверное раза четыре делаю к Сергею Васильевичу с просьбой о том, чтобы вызвать, закрыть, чтобы не утонул там ребенок. Потому что под время очень много детей играют и бросают камни туда. А если один другого толкнет, то мы не обернемся. Понимаете? А вы говорите о каких-то там не знаю же деньгах. У нас проблема. Это наше село. Это наше телегене. Это центр. Там где вы всегда приезжаете в Примарии. Здесь куча машин. Здесь должно быть красиво. У нас не бывает красиво. У нас подвалы вот банки там стоят. Все за ней залавит. Все лавит. Понимаете? А вы говорите. У нас поменены трубы. Я живу третий дом от башни. У нас течет оранжевая вода. Я не знаю что творится в этом крию судово. Если я третий дом от башни и у нас течет оранжевая вода и вонючая что невозможно прокипятить ее в чайнике. То я не знаю что творится здесь. И башня это проблема вы говорите от этоchez из чем-то за что вы берете за каждый твер что я подменяюсь языка и недели чтобы вы решали этот вопрос и вы сказали что мы поменяли этот вопрос мы говорим о соблюдении процедуры которые в марте март должен соблюдать и не дайте документацию, вам же не дайте проект на документацию в право восстановленном рождении. Есть ли преступления? Говорите, пожалуйста. Мне кажется, что вы будете совершить страдающий попор в саду Садовая и утрез в страну Крандопедру. Заметные нечтем. 画ку в страдanken. Довольно – хоряк, знаете, у них есть в армии, но если вам пусть, доносль, что Lanceканат. «Дивенство» стало на педру садов. «Давайте, что это правда?» «Давайте, что нам было похилия на педру. Да, мы так можем. Субтитры подогнал «Субтитры» 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 Субтитры подогнал «Субтитры 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 подог Иконизация мастерства не может. Но, как говорится, мир не без добрых людей. В 2003 году на пост примаря города Бельсия баллотировался Василий Тарасович Банчук. Вы тоже прекрасно помните, это было перед конторой. Мы задавали первый вопрос. Если вы станете примарем, вы берете нас на обслуживание, как это было тогда принято. Он ответил такими словами. Даже если я не стану примарем, я постараюсь вам помочь. И приму, и решим этот вопрос. Вопрос очень серьезный. Вода стоит и стоит не только у нас, но и во всей Молдавии. Кто хорошо понимает или хоть кто-то видел, что это делает. Есть, слава Богу, нас не штурмило. И, как говорил бывший один наш руководитель, поезд ушел. Мы не от поезда не остались и с водки не упали. Шли вперед. Сейчас настал вопрос, нет взаимных обвинений. Как обслуживали, как и еще туда дали. Да, проблемы есть, и они будут существовать. Даже после того, как мы сделаем реконструкцию. Потому что это не предел. Мы хотим... Я прекрасно знаю, что надо делать. И как делать. Если вот мне поразит, как сказал Яков, что если эти средства, или предыдущие Валентина, пойдут, говорю вам открыто, как специалист в этом области, что вода улучшится качество. Но после этого следуют другие мероприятия. Если хотите знать, это изомбрист фантастику. Уже каждый возьмет себе дом и поставит оборудование. Когда будет качественная и хорошая вода, есть такое оборудование, которое там пьешь прямо-таки H2O. Но это будущее. Но для начала вы должны принимать решение. И я не знаю почему. Я работаю в водоканале. Неудобно мне сказать, что вот туда-сюда. Но по моим слухам, первоначально было принято решение, даже админсоветом водоканала, что передать воду на баланс садовый. Потом вопрос заштоварился, и дальше не идет, и возник вот этот вопрос. В конце я хотел бы вам что сказать. От вас все зависит. Мы тогда передали. И вы сейчас хотите обвинять заранее, что будет сделано так, будет сделано не так. В 2009 году не было сделано так. Я, по-моему, расскажу только одно. Что жители этого села, часть села, тракторов на раскопку водопроводов, мне кажется, не видят. И то, что было сделано, может и как во всем работе, как и везде, есть и упущение. Поэтому присутствующие на сегодня собрания, если решится, я думаю, это решится мирно и хорошо, потому что это все для нас. И водоканал понимает, и все остальные. Нам нельзя ссориться, нам надо дальше работать. И если даже мы сделаем что-то хорошее, все равно без их помощи иногда не выйдем из ситуации. Я с помощью водоканала города Бельси пользовался с 1973 года, как начал работать тут. Помогали в ремонтах насосов, помогали экранам, помогали всем. У нас по просьбе. Поэтому вы примите решение. А в дальнейшем, как оно будет сделано, в качестве каким-то, тоже вы должны это самое, принимать активное участие. Ну, в конце я никого ничего не призываю. Принимайте решение. Если хотите пить воду, так как... Мы далеко совершенствуем всех этих систем и все. Но надо идти мелкими шагами к большему, к лучшему. Не будет прямой, значит, так сказать, будут другие люди, которые постараются работать не 44, как я, а 50, не 100. Потому что говорят, что люди будут в скором будущем жить 100 и 120 лет. Мы собрали нормально и сделали оба, молодец. А если будет все относиться к Бельцу, мы будем сгодать всю жизнь. Потому что мы придем к прямой... Товарищ, я попрошу одну минуточку, понимаете. Можно я скажу пару слов? А если Бельц будет сходить в один кабинет, в другой, в следующий. Завтра будет, завтра будет. А прямой у нас будет по-другой, мы всегда будем требовать стивом. Дорогие досынчане и дорогие товарищи. Все вы меня знаете, и я многим знаю, и очень много. Нашу систему водопровода я знаю с 74-го года, с того года, как я живу. По тем советским временам, хотя вода на нашей, как сказать, как говорится, левой стороне села не всегда была, но была. Временами, Мик Шмидович не даст соврать, Сергей Вячеславович тоже. Каждый понедельник, если наступили, как я все время, и просил, и требовал воду, хотя бы на выходные. Да, выступали, шли нам на встречу, тогда были, конечно, много проблем. Но если к нам шла вода, то шла вода, которую можно было не только поместить, а выпить, сказать спасибо тем, кто ее дарал. С тех пор... Я не буду вникать в эти цифры, потому что я не учитываю. Почти их и запомнил. Мы знаем, что с тех пор, как нам провели воду уже, и взяли под себя нас, детский водоканал, я не буду фантазировать, и не буду на них наговаривать, но мне кажется, что эти люди взяли для того, чтобы иметь личную копейку. Они не заботятся о том, что у нас, так сказать, была вода, за которую мы пьем. Мы платим за питьевую воду. Особенно наша часть, часть подручного поселка, просто много получаем воду. Не то, что не питьевую, и ее даже птицы не хотят пить, потому что она такого цвета, как этот вазонавес. И с таким запахом, что птицы отворачиваются. И если уж говорить о совершенстве этой линии, когда ее делали, вот, Митя Никитич, недоставлять моего сына, например, в прошлом году был прорыв в приводе к счетчику и в этом. И для того, чтобы устранить эту небольшую течь, приходилось выключать полностью весь поселок. Митя Никитич, правильно говорю? Почему? Потому что у нас один только пиктерант на всю нашу линию. 11 километров. Неужели я так, когда не знал, что это такое и делать? И когда они делают? Неужели нельзя было поставить? Хотя бы на каждой улице. Да нет. Можно было. Но никто, наверное, не хотят. Им не надо это. Им надо, чтобы пить так, чтобы пить вовремя, и вовремя людям платить. Я не хочу гарантировать, чтобы пить дальше, но я надеюсь, что если наша водопроводная система, не только водопроводная, я очень хотел бы, чтобы люди пользовались, все, весь наш поселок пользовались экономизацией. Потому что время идет вперед. Люди, которые позже нас родились, они хотят лучше, плакать, чем мы, оставшиеся какие-то годы прожить. И поэтому я за то, чтобы наши люди эту систему делали под себя, наши премареи, это наши люди, которые будут нести ответственность перед нами. И мы будем им благодарны за то, что они дадут нам то, за что мы будем платить. А не так, чтобы брать деньги и широ рвд. Это неправильно, товарищи. Это не Европа. Бежим мы всем в Европу так хотим. А вы заметили, что Европа к нам пришла. Продуктами, питанием и все остальное и дарит этих несчастных людей всем тем, что им не нужно. А здесь наши местные, Бельский водограмм, нам еще и воду такую дает. Выживайте, Грета, как можете. Нет, спасибо вам за это. Взяли, будьте здоровы. Дайте нам жить нормально. Понимаете. Чтобы водоснабжение было наше на месте и обслуживали это мы. Дело в том, что очень много неудобств мы стали получать, когда сдали сети муниципи. Бельский, водоканал. Если какой-то прорыв, они моментально сигналы не принимали. Приезжает 7-8 человек, 3 машины, один работает в канаве, а все остальные чои-то хмурят. А когда сети наши были солхозные, вот Шолик здесь один, он ковырялся один там. И быстро, полтора-два часа, прорыв ликвидировал, и все на месте было. Правильно. Что получается еще с оплатой за воду? Нас в квитанции приходят в конце месяца, когда все пенсионеры уже трижды приходят, то платят за свет, то платят за газ, а за воду приходят аж где-то после 25-го числа. Скажите, пожалуйста, это ваша работа? Не одиннажды я лично обращался туда, в водоканал, никто не принимал меры. А зачем? В рот говорят, что это Кишинев. Звонил Кишиневу, они говорят, да мы уже давно, числа до 10-го, им отправили квитанции, данные. А это вы спрашиваете водоканалы. Так спрашиваются, как у вас сердце лежит к жителям села Садово, чтобы они имели меньше хлопот. Вы просто издеваетесь над этими людьми, над пенсионерами. Поэтому я вношу одно предложение, чтобы водоканал вернул нам обратно, и мы будем сами уже мучиться. А мы не будем мучиться, потому что поставим вопрос, поставить несколько фильтров, поставить на каждой улице, чтобы были краны, поставить новые цистерны там, и будет все нормально. Пустяковые дела. Ну, конечно, немножко надо будет приложить силы, расходу для того, чтобы мы имели нормальную питьевую воду, и наши дети не болели. И в конце еще хочу пожелать, чтобы мы поменьше слушали других, а решали вопросы здесь на месте. Спасибо. Водоканалы на протяжении вот этого года именно по водопроводу. Я не имею, как примар, никаких претензий к руководству АВ-канала, к его работникам. Они просто стали заложниками каких-то высших там руководства своего, потому что к моему сведению админсовет водоканала принял положительный отзыв для того, чтобы передать водопровод и очистные сооружения вместе с канализацией обратно в примарии села Садов. Правильно? Правильно. Значит, тут советники сидят тоже муниципальные. Значит, что на сессии муниципального совета вопрос очень тяжело шел до сессии муниципальной. Я присутствовал на этой сессии, где юридическая комиссия перед тем, как скажу вам два слова, перед тем, как муниципальный совет будет рассматривать, или любой совет, сельский совет, муниципальный, мы сейчас говорим за муниципальный совет, будет рассматривать данный вопрос. Это нужно пройти столько фильтрацию такую всех комиссий, отзывов и так далее, и так далее, и так далее. Дошел наш вопрос, это не буду говорить июль, июнь месяц 2017 года, дошел до муниципального заседания муниципального совета. Где? На заседании муниципального совета, Это значит, юридическая комиссия дала положительный отзыв, чтобы передать обратно водопровод нам и очистные сооружения. Комиссия по имуществу положительный отзыв тоже дала, для того чтобы передали нам водопровод и очистные сооружения. Но у финансовой комиссии возникли какие-то вопросы и решили отложить. И по сегодняшний день все откладывают, отпадают. Мы написали письмо повторному господину Шеремету, исполняющему обязанности, значит, примара. Дайте нам ответ, на каком основании или как, не на каком основании, в чем причина, что мы неправильно делаем, или как, по сегодняшний день, никакого ответа так и не последовало. Зубенина говорит, что я должен им представить проектно-смертную документацию на то, что мы с вами будем строить, не обязан, госпожа Зубенина. Не обязан. Значит, это наши внутренние дела, и мы хотим позолоченную трубу, позолоченную поставим, хотим оцинку, не оцинку, я извиняюсь оцинку, хотим пластику. Какую мы хотим, такую поставим. Я не обязан вам говорить, сколько я вместе со своими людьми буду вкладывать денег в реконструкцию водопровода очистных сооружений и так далее, и так далее, и так далее. И поэтому не вводите в заблуждение людей, что предоставьте проектно-смертную документацию, и тогда мы посмотрим, передать вам водопровод или не передать. Не обязаны мы вам предоставлять. Все. Я хочу вам сказать, вот эти все переживания мои, я здесь родился, потому что в искупающих говорили многие, сколько лет работают. Где я 54 года уже здесь живу, значит, мои родители здесь похоронены, мой дед, бабушка, все здесь похоронены, и мне не безразлично. Здесь мои дети живут, здесь мои внуки живут и будут жить здесь. И мне не безразлично, как Борис Николаевич сказал, что вот то поколение, оно заслуживает лучшего. Заслуживает лучшего. И это в наших руках. И мы должны, обязаны это сделать, чтобы мы пользовались качественной питьевой водой, качественными очистными сооружениями, качественными, значит, всеми-всеми сетями, которые должны быть. И я на себя, на сегодняшний день, как примарк, в первую очередь, я на себя беру ответственность. Я не ухожу куда-то за угол, в кусты или прячусь где-то. В первую очередь, когда будет, а он будет передан. Он будет, хотите вы или не хотите, он все равно будет передан водопроводные очистные сооружения нам, нашим людям. Вот он будет, и я буду отвечать вместе с этими людьми за качество. Секундочку, я не перебивал, когда говорили, послушайте, пожалуйста, меня. Есть процедура. Игорь Ильич, господин примарк, Игорь Ильич, пожалуйста, тишину в зале, я попрошу. А, то есть вам, когда отвечают, вы молчите, вы хотите играть в одну сторону, правильно? Муниципальный советник. Как вас, представьте. А, то есть, понятно, то есть все должны молчать, говорите только вы. У нас ход граждан. А что вы вводите людей в заблуждение? Объясните, пожалуйста, людям, что вам никто не запретил, и никто вам не отказал. Я говорю сейчас, вы, когда говорили, я вас слушал. Я вам сейчас говорю. Это ход граждан, где выступают жители села Задовы и... А вы не относитесь к городу Бельки? Я еще раз вам говорю. Мы относимся сами к себе. Да, я понял, что вы относитесь к городу Бельки. Мы относимся. У нас наш бюджет, у нас наш сельский совет, у нас наш штат. И финансирование идет в примарию. Села Задовы и Преходы с государственного бюджета. Спасибо. Убейте хотя бы какое-то уважение к коллегам и послушайте, что вам пытаются сказать. Потому что вы... Ход граждан подходит к логическому завершению. И я бы хотела задать вопрос гражданам. Получается, что вам только можно говорить, а когда хотят ответить. У нас есть повестка дня, которую мы придерживаемся. Да, хорошо. Дайте микрофон, я объясню людям ситуацию. Почему, когда Игорь Ильич попросил, как вы говорите... Уважаемые относительчане, водопользователи села Задовы, то есть вы не даете... Прошу вас проголосовать сегодня за передачу наших водопроводных и канализационных сетей, а также станции по очистке в обид на баланс при Марии Задовы. Прошу проголосовать. Решение... А против кто решение данного? Кто воздержался? Решение о передаче водопроводных сетей, канализационных сетей и станции очистки на баланс села Задовы сегодня было принято единогласно с жителями села Задовы, которые являются пользователями водопроводных сетей. Также в общем собрании водопользователей села Задовы поручить примару предоставлять интересы водопользователей во всех государственных инстанциях для решения данного вопроса. Прошу проголосовать за данное решение. Кто за? Против? Поддержались? Решение было принято единогласно. Поручить примару вести данное дело во всех инстанциях.